Сегодня в России день общенационального траура. Страна скорбит по погибшим в Кемерове. Повсюду приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, во всех храмах Русско-Православной Церкви сегодня проходит заупокойное богослужение по погибшим. Состоялся молебен и в Георгиевском храме города Видное. Панихиду совершил помощник благочинного церквей Видновского округа, настоятель Успенского храма города Видное, и ромонах Сафроний Горохольский в сослужении священников видновского благочиния. Панихида началась в 11 часов. Людей было немного. Будний день и прийти смогли не все, кто хотел бы поучаствовать в богослужении. Но те, кто пришел, искренне сочувствовал горе людей, потерявших своих близких. Тяжело, и любая мать, я думаю, через себя это пропустила, у кого есть дети. Это просто нельзя передать словами, то есть нельзя, это надо ощутить, я думаю, это надо пережить, потому что это такая боль. Беда в далеком сибирском городе объединила всех и заставила задуматься о том, чтобы такие трагедии не повторялись. Мы должны решить те вопросы для того, чтобы обеспечить на территории нашего района все необходимые условия для безопасного пребывания людей в наших торгово-развлекательных центрах. У нас их находится достаточно большое количество. И сегодня мы на своем уровне совместно с МЧС России, с нашей комиссией по чрезвычайным ситуациям проводим дополнительные обследования. Чудовищная катастрофа в Кемерове не оставила равнодушным никого. Видновчане принесли цветы, свечи и детские игрушки к вечному огню на Аллее Славы и к скульптурной композиции нашим матерям, выразив тем самым соболезнования родным и близким погибших. Страшно жить. Со наших детей страшно. Каждый человек, каждый ребенок может попасть в такую же ситуацию. Нужно просто... я не знаю даже, как сказать вообще. Не могу сказать. И слезы. Три дня слезы. Это очень горько. Смотришь на это все и плакать хочется. Как президент сказал, не то, что плакать, а рыдать хочется. Мне кажется, сейчас ему самое время навести порядок. Все скорбим очень. Даже представить не можем, что это такое может произойти. Чтобы наша страна выявила какой-то урок из этого происшествия, чтобы были приняты какие-то меры, чтобы в будущем мы этого не встречали в новостях.